Ну что, дорогие друзья, всем доброе утро. Ботиртов, шалом. Значит, сегодня у нас 150-й юбилейный урок, можно сказать, 150-й урок по книге Мишли. То есть мы реально продвигаемся с мощнейшей скоростью. И, значит, с Божьей помощью у меня вот план на этот год, на 2019-й, в следующий год, Влад Косов, привет, выпустить двухтомник Мишли. Вначале один том, потом второй том. И, значит, очень нужна ваша помощь в этом, в плане того, что делитесь этими уроками. То есть если мы сразу же к тому моменту где-то соберем пару тысяч заказов на книге, а все деньги я хочу с первого тома отправить на поддержку организации Талдот Юшурун. То есть мы с ними разговаривали, скорее всего, это будет именно... То есть есть много организаций, которые оказывают, делают работу. Мы ВАИКРА, мы платформа. Я хочу, чтобы вот, как я вижу развитие портала ВАИКРА, нашего, да, портала, группы, что мы хотим дать раввинам разных-разных направлений, но именно тем людям, которым не только раввинам, у нас же и женщины преподают, дать возможность людям, которые верующие, которые реально за Бога, делиться своими знаниями и дальше уже, кого будут слушать, того мы и будем продвигать. Понятно, да? До вечера, син, шалом. Все. Еще вечером Ханука наступает, все. И, значит, книги тоже будем... То есть у нас большие планы ВАИКРА. Это будет как бы такая платформа для развития, для того, чтобы ВАИКРА и ВАЗВАЛ, как бы, Бог же, он все время взывает к людям. Просто люди не слышат, а мы будем рупором. Рупором этого взывания будем усиливать. Достучимся до каждого. Мы до каждого... Мы рупор Бога, можно так сказать. Достучимся до каждого, до Его Божественной Души, чтобы свет этот пробудился. И, значит, светом осветим все. Теперь у нас двадцатая глава, тринадцатый отрывок. Тринадцатый отрывок. И, значит, тринадцатый отрывок нам объясняется очень интересная такая, значит, идея, да? Идея важнейшая. Моша Камистров, шалом. Значит, смотрите. Тринадцатый отрывок звучит так. Аль-те-ав-шина-пэн-ти-варэш. Не люби сон, может быть. Обеднеешь. Понятно? Люди любят сон, так им говорится. Может, обеднеешь. Потому что... Сейчас мы узнаем, почему это. Пках-э-не-ха. Открой свои глаза. Пках-э-не-ха. Свал-э-хом. И насытишься хлебом. Значит, о чем здесь говорится? Шалом-шалом. О чем здесь говорится? Значит, ну, первое понятное дело, что когда человек спит... Кстати, интересно, мне сегодня там жена говорит. Вот какой-то там индийский духовный учитель. Ну, типа, духовный учитель. Он говорит, а вот что люди надеются на жизнь после смерти? Да? Что рай там и так далее. Мол, кто-то был там, за границей смерти. Кто-то был? Ну, я говорю, конечно, был. Каждый день человек ночью находится на одну шестидесятую часть в смерти. Это говорит нам Талмуд, что сон – это одна шестидесятая часть смерти. И ты можешь почувствовать, почувствовать, значит, что такое смерть, да? Как бы ее, как сказать, летом... Ее почувствовать. То есть, когда человек спит, что значит? Он что, умер? Он не умер. Например, тело его, оно без движения. Тело его, он тело не осознает, не чувствует. Но он-то жив. И он, его сознание, просто оно уже ходит там произвольно, куда-то оно улетает там и так далее. То есть, это одна шестидесятая часть смерти. Тело будет лежать в земле. А сознание, оно будет двигаться дальше. Вот тебе попробовать смерть. Что такое? Теперь, а что такое попробовать рай? Тоже у нас есть возможность попробовать. Попробовать рай у нас есть возможность. Написано, шаббат, суббота. Это одна шестидесятая от грядущего мира. Что есть такого в шаббате? Ты прекращаешь дела этого мира. И у тебя все твое внимание, оно посвящено только духовным вопросам. Постижение духовной реальности. Вот чем будет заниматься душа после того, как она выходит из этого тела. То есть, тело, оно остается здесь со всеми его нужными и привязанностями. А душа начинает постигать духовные миры способом восприятия. В любом случае, восприятие человека, тот мир, который человек воспринимает, это нереальный мир. Это мир внутри восприятия. То есть, человек закроет глаза, и он воспринимает какой-то мир. То есть, понятная идея. Все. Теперь говорится нам о том, что в этом мире, пока ты жив еще, да, когда много сна, человек, он как бы, он заранее пытается убежать туда, в смерть. Не надо заранее убегать в смерть. Уже будет там время. После того, как тело умирает, будет много времени, как бы, там побывать, да. Поэтому, пока вы здесь, пока мы здесь, говорит нам царь Соломон, что, что он нам говорит? Он говорит так. Тот, кто любит сон, тринадцатый отрывок, даже не так он говорит. Не люби сон. Это как приказ такое, указание. Не люби сон. Аль теавшина. Пентивареш. Не люби сон, может, станешь бедным, а беднеешь. Не может, а точно станешь бедным. Пках и неха свалэхом. Открой глаза свои и насыть со хлебом. Значит, здесь комментаторы все говорят, что вот это слово пках, открой, открой глаза. Это не открой глаза физически. Пках это открыть глаза духовные, духовное восприятие. И покушай хлеб, имеется в виду хлеб, это тоже одно из сравнений Тора Божественное Знание. То есть, что имеется в виду? Он говорит, есть люди, которые, они не спят, но они в это время все равно спят. То есть, они такие погруженные в какие-то свои там сны наяву, это называется, да? И он вот, он целыми днями, он сидит там что-то, и он о чем-то мечтает, что может будет у него через год. И он здесь не находится, он вспоминает какие-то прошлые вещи. То есть, у него как сон наяву. И он говорит, пках и неха, открой глаза. То есть, открой глаза духовные, и тогда ты насытишься хлебом. Потому что имеется в виду, происходит сразу насыщение. Человек, который попадает в реальность, у него совершенно другое восприятие мира. Он по-другому живет. Понятно? Теперь, значит, это 13-й был отрывок. То есть, бой лени. У меня сейчас новый мой проект. На канале в YouTube есть проект «Победитель лени». То есть, я конкретно пишу сейчас книгу «20 способов объявил войну лени». Прям лень – это первое, то, что человека держит, как болото такое, которое… Оно прямо вот, вот это внутренняя корова, я это называю, внутреннее животное. И человек первым делом, он должен научиться властвовать над своей вот этой внутренней коровой и победить эту лень. Это вообще обязательно нужно научиться делать. Есть на канале моем в YouTube есть видео на эту тему. Прям будет 20 видео. Книга там для скачивания. В общем, «Побеждаем лень». И тогда, если ты победил лень, тогда у тебя мало сна. Мало сна, ты делаешь 20 раз больше действий, и ты стал такой активный. Но он говорит, царь Соломон, что активность должна быть после этого, активность должна быть интеллектуально правильная. Поэтому мы изучаем Мишли, чтобы действовать в правильном направлении. Дальше. Дальше нам дается принцип развития, который, в принципе, работает во всех абсолютно сферах. Ну, здесь это говорится про Тору, но как бы переносится все на все сферы развития. Значит, 14-й отрывок звучит так. Ра-ра, йомар-акуне. Плохо-плохо скажет покупатель. Плохо-плохо скажет покупатель. Значит, ве-озелло ас-ит-алаль. И когда пошел он, уже пошел он с покупкой, тогда он будет ее прославлять. Что имеется в виду? Значит, ну, первое, это стратегия покупок. Сразу царь Соломонов дает стратегию покупок. Когда ты идешь что-то покупать, ты не должен эту вещь нахваливать. Когда ты покупаешь, говоришь, да, не очень у вас товарчик, не очень он у вас вообще товарчик, не очень. В общем, и ты говоришь, плохо-плохо, говорит покупатель. Но когда он уже вещь купил, то есть, значит, тем, что он ее купил, он уже показал, что для него вещь эта, она стоит меньше, чем те... Вещь стоит больше, она для него более ценная, чем те деньги, которые он дал. И тогда он уже идет с этой вещью и нахваливает ее. Да, крутую я вещь прикупил, классная. Да, она вообще стоит даже больше, чем я за нее заплатил. Это как бы самый простой уровень стратегии покупок. То есть, вначале ты прицениваешься к вещи, и пока ты ее не купил, она для тебя плохая, пока есть, да? Но когда ты ее купил, это значит, что она для тебя стала хорошей. Это самый простой способ понимания. Теперь второй способ, более глубокий. Когда человек что-то приобретает, любое приобретение, оно ему стоит усилий. Ну, то есть, если ты хочешь что-то приобрести в этом мире, особенно если это духовный рост, особенно если это физический рост, особенно если это достижение цели, то ты, пока ты это достигаешь, то ты прямо пашешь, 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 и тебе ра-ра, плохо-плохо, говорит тот, кто конет, тот, кто приобретает. Ему тяжело приобретать. Вазалло, и когда пошло ему, поперло, он залез на гору, уже все, он выиграл. О, тогда он прославлять начинает. Вот я красавчик, вот я молодец. И он начинает радоваться результатам. То есть, есть такое выражение, теперь переведем это в духовную сферу. Ра-ра, юмара куне. Плохо-плохо, говорит приобретатель Торы. Он говорит, что я учусь, учу эту Тору. Написано, Тора не кнет бы и сурима, она приобретается страданиями. Я должен напрягаться, изучать, понимать, сидеть. Что это мне дает, говорит изучающий Тору. Ничего, я просто ухожу из этого мира, как бы. Но когда он ее приобретет, тогда Итхалаль, тогда он начинает, уже он осознал, что это такое. Есть известная история, как-то был один ученик, который пришел, по-моему, к Рабишиман Барюха. И ему говорит, я, говорит, хочу, я хочу стать мудрецом, но не для того, чтобы изучать Тору, а для того, чтобы разбогатеть. И тот ему говорит, хорошо, в Торе есть все. То есть, Тора, она, это самая велика мудрость. То есть, хочешь учить, чтобы разбогатеть, учи, чтобы разбогатеть. И он начинает учить Тору, чтобы разбогатеть. И он учит, учит, учит. Значит, приходит он к своему учителю, говорит, вот я уже год учу, что ты не разбогател. Он говорит, еще учи, давай еще учи. Он опять учит, 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 опять не разбогател. Приходит, значит, говорит, когда же я разбогател? Он говорит, еще продолжал. Он учит, уже стал великим мудрецом, но пока не разбогател. И тут, значит, он приходит в бейт-метраж, где они учились. Заходит, значит, человек какой-то с улицы и говорит, вы знаете, у меня такая жизнь. Я всю жизнь работал, 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 значит, торговал. И даже я не женился, детей у меня нет. Всю жизнь я работал, я очень разбогател. Но, говорит, я теперь даже не знаю, куда это богатство одевать. И вот я принес, он принес полное ведро золотых украшений. Раньше, ну, накопления были в золоте. И он принес целое ведро золота. Он говорит, ну, куда я его денусь? Все равно я уже пожилой человек, что мне? Я хочу с кем-то поменяться на его, на его награду за учебу. Есть у вас какой-то мудрец, который учил Тору, и который хочет поменять награду свою в Торе на вот это ведро золота? Этот учитель зовет этого, который учился всю жизнь за золото, и говорит, вот пришел твой час, вот, смотри, ты учился, хотел быть богатым. Вот тебе, пожалуйста, ведро золота, ты богат. Тот говорит, вот вообще работает. Вообще, как система работает отлично? Говорит, я согласен. Взял ведро золота, значит, и они договорились, что он ему отдает свои духовные там постижения, которые он достиг. Поменялись. Потом, значит, приходит, он через где-то день приходит к своему учителю, говорит, вы знаете, говорит, ну, жизнь там вообще не поменялась. Мне что, есть это ведро золото, что нет, ну, как бы ничего во мне не изменилось. Я уже все равно живу этой жизнью, привык к духовности, там все. А я ему отдал вечность, можно сказать. Как мне обратно вернуть? Хочу обратно поменяться. Учитель ему говорит, смотри, значит, обратно поменяться уже нельзя. Значит, уже то, что сделано, то сделано. Но когда ты духовные все твои приобретения, то, что ты ему отдал награду за них, но они-то у тебя остались, ты-то остался такой, какой ты есть. И то, что ты сейчас даже хочешь отдать это золото, показывает твой уровень. А теперь, говорит, ты можешь делать даже лучше. Ты можешь это золото отдать бедным и получить еще и награду за добрые дела. То есть, у тебя будет награда за Тору. И еще у тебя будет награда за добрые дела, которые ты сделал. И тот вообще обрадовался, раздал все деньги, пошел, раздал бедным, помогал, там все. И он, значит, поднялся еще на более высокий уровень. Вот такая вот история. Теперь, ну, пока человек учит Тору, он говорит, рара-ра, говорит, плохо-плохо, говорит, приобретающий. Пока ты лезешь на гору, тебе плохо. А потом, когда ты залез, бах, тогда ты прославляешь. Понятен, да, этот? Во всех сферах так. Люди почему бросают? Они, оп, поставил цель. Он на нее метнулся, а на сколько не достиг. А надо пахать рутина-рутина. Думает, нет, не моя цель. Джжж, бросил. Опять метнулся в другую сторону. Все, вот это вот прямо счастье быстро там все разбогатеет. А быстро нету в этом мире. И опять он, оп, скатился с ледяной горочки. А на третий раз уже сил нету. Уже две недостигнутых цели. Уже уверенности в себе нету. Поэтому нужно понять, когда ты лезешь на гору плохо-плохо, и только когда ты залез, тогда она прославляемая. Понятно. Теперь, значит, а на какую гору лезть? Возникает вопрос. На какую гору лезть? И вот нам в пятнадцатом отрывке, в пятнадцатом отрывке, говорит нам царь Соломон такое. Он говорит, ешь загав, есть, говорит, золото. Вырав пниним. И есть золото в мире, есть много жемчуга в мире. Да? Векли якар сифтей даат. Он говорит, но самый сильный инструмент, кли якар, самый дорогой инструмент в этом мире, это не золото, говорит, и это не жемчуга, а что сифтей уста дата, уста познания. Уста дата это чистое восприятие. Как вообще устроено восприятие человека? Восприятие человека устроено следующим образом. Каждый из нас вначале нам загружают голову, загружают некими аксиомами, да, что такое хорошо, что такое плохо, дают слова, описывают этот мир, описывают мир, да, и каждый человек попадает в некую историю, в некий такой сериал, да, в котором ему говорят, твоя роль, вот она, тебя зовут так-то, так-то, ты такой-то человек. В мире есть евреи, это такой отдельный народ, там, ну, в зависимости от того, или ты еврей, или ты не еврей, тебе про евреев расскажут что-то разное, потому что совсем разное, да. Да, значит, вот есть евреи, там, они, там, такие-такие-такие, говорят не евреи, или евреи говорят, ой, там, божественный народ, нам Бог открыл Тору, ну, и так далее. Теперь дальше. Дальше ребенку дают много других таких предположений о мире, в которых он начинает жить, то есть он живет в неких предположениях о том, как работает мир. Когда-то это было предположение, что мир плоский, когда-то было предположение, что он круглый. Для кого-то мир полон страданий, и это джунгли, в которых надо все время защищаться. Для другого мир это мир возможностей, сказка, и там, и придет обязательно принц на белом коне, и принцесса с алыми парусами, там, какая-нибудь, да. И, значит, вот человек попадает в нарисованный мир, в котором, ну, это иллюзорный мир. Это называется, это, как бы, не те аксиомы, да, как, в кавычках аксиомы, это все не аксиомы. Что такое хорошо, что такое плохо, это не те предположения. Дальше у человека, у кого-то появляется логика. Он начинает качать вот это свойство ума, разбираться, сопоставлять, делать выводы, складывать большую картинку. То есть у него начинает ум развиваться, и он начинает вот в этих вот убеждениях, Большинство людей этого не делают, они не проверяют. Их как впихнули в какую-то картинку, а они понешаражат. Значит, некоторые люди, у них развивается логика, они начинают, опять же, они читают какие-то книги, размышления людей, которые были по уму, ну, выше среднего уровня. И когда человек читает вот эти вот книги, у него появляется некий взгляд на мир, но именно людей более такого, ну, на уровне. Хотя, опять же, вот человек начитался от Достоевского в детстве. Кто такой был Достоевский? Алкоголик, игрок, значит, ну, там, у него совершенно, он был, разрушенная судьба. В, там, Толстой, например, да, ну, непонятно, какая-то у него была своя история. То есть все вот эти вот писатели, которые являются людьми выше среднего уровня по развитию, и считается, что человек интеллектуально развит, если он прочитал их книги, и он начинает думать, как они, но куда они вели всех людей? В никуда. В пустоту, в никуда. Теперь, ну, и так большинство людей просто живут в какой-то иллюзии и умирают. Это как бы пустая жизнь вообще. Ну, вот просто мир существует, так, пустая жизнь. Теперь, что такое путь Торы? Путь Торы, это человек берет, и он загружает себе в операционную систему, в свой мозг, да, он загружает себе взгляд Торы, того, кто создал этот мир. Это не те аксиомы. Тора, значит, берешит, бара, элутим, это шамаем, веет арыц. В начале сотворения Богом неба и земли, и он начинает загружать себе вот эти вот интеллектуальные аксиомы, которые от Создателя мира. Дальше, загружает он эти аксиомы. Опять, если он их загружает на переводе, то он загружает не аксиомы, а что загружает? Он загружает интерпретацию тех, которые читали эти аксиомы. Ну, допустим, он загружает эти аксиомы. Дальше, Тора, чем отличается Тора? Она говорит, ты должен все проверять. Талмуд весь построен на интеллектуальном разборе, логика, задавания вопросов, поиск противоречий. И раскачивается ум, бина. Качество называется бина. Значит, аксиомы это хохма, божественная мудрость. Она пришла от пророков, и она пришла именно от Бога через Тору. Это нельзя придумать, и нельзя додуматься, и нельзя вывести логикой. Потом на эти аксиомы надевается мощнейший такой мыслительный аппарат, интеллектуальный причинно-следственных связей, выводы, сопоставления, создание там из фрагментов цельной картины, ну и так далее. То есть, это свойство ума, которое ты его раскачиваешь, раскачиваешь, как разгоняешь свой ум. Это как раз изучение Торы и так далее. Теперь, что в итоге получается? В итоге, человеку в голову постоянно идет поток информации, идет поток через пять органов чувств, человеку приходит очень много сигналов. Человек эти сигналы воспринимает, он их воспринимает, и они, проходя сквозь фильтры его мозга, через аксиомы и через его логику, они складываются в его какую-то картину. То есть, каждый из нас воспринимает картину мира, которую создает сам, используя свою память, используя свою логику и используя свои, значит, ну фильтры восприятия это называется. То есть, один и тот же сигнал, я на тренингах провожу такой эксперимент, вот сидит группа людей, например, 20-30 человек, я им показываю две минуты, один и тот же фильм, одинаковые. Потом прошу каждого из них написать в тетрадочке, напишите пять предметов, на которые вы обратили внимание, напишите, значит, как вы считаете, какая идея была у создателя этого мини-фильма, я обычно беру музыкальный ролик какой-то, что он хотел сказать вообще, создатель этого ролика, какой он месседж слал, да, какое у него было намерение. Третье, я спрашиваю, какие у вас были ассоциации во время просмотра ролика, то есть, что лично у вас всплывало из вашей жизни. И четвертое, у меня вопрос, скажите, почему я выбрал этот ролик, как вы думаете, ваше предположение. Люди все смотрели две минуты, одна и та же реальность, восприятие, сигнал шел один и тот же. Он разложился у каждого в абсолютно разные, один заметил одно, другой другое, один думал, что месседж такой, другой другой. Ассоциации у всех разные вообще полностью. И предположение, почему я выбрал этот ролик, никогда никто не угадал, потому что я всегда беру ролик без всякого смысла, просто случайный ролик, который попадется. Просто для того, чтобы показать, что предположения людей, они думают, что раз это ролик, так там есть какие-то глубокие смыслы, смыслов никаких глубоких нету. Понятно. То есть, это называется даат. Человек воспринимает в даате, да, в восприятии, воспринимает вот эту картинку, которую сам создает. Так теперь, если у человека выстроено все правильно, у него есть аксиомы, божественная мудрость, у него есть бина, где он может отделить реальность от нереальности, от предположения. Что такое бина? Он понимает, что реальность это вот эта секунда. Все остальное, он понимает, что это все выстроено какими-то логическими выводами. И он может понять, где выводы, а где реальность. Вот это главное качество бины, когда ты можешь все разобрать на кирпичике и понять, где иллюзия, а где реальность. И дальше даат у человека, который реально свой мозг развил, у него появляется чистый даат, чистое восприятие. Вот об этом нам сказал царь Соломон в 15-м отрывке. Есть заап, он говорит, есть люди гоняются за золотом. То есть, их вся жизнь проходит в том, чтобы погнаться больше золота, больше золота, больше золота. В ираф не мим, он говорит, и много в мире жемчужин. То есть, можно найти и жемчужин, и золота. Этого всего в мире достаточно. Но самый, он говорит, главный инструмент для человека, это что? Самый главный инструмент, это самый дорогой инструмент, самый крутой инструмент, это что? Уста дата. То есть, когда ты начинаешь реально понимать, где ты находишься, ты выходишь из иллюзии этого сериала, в котором живут люди. Ты понимаешь всех вот этих вот, ну, тех людей, которые создают смыслы. И весь мир, он гоняется по каким-то идем, запускается идея. Да, все там, кто-то в эту идею в них, кто-то в другую. И все это такая иллюзия, иллюзия. И ты понимаешь, что это иллюзия. И ты, бах, выходишь из иллюзии куда? Именно в духовный рост, в служение Богу, в реальность настоящего момента. То есть, что может быть лучше, чем вот найти такой инструмент, чистое восприятие. Все, теперь выводы. Давайте выводы сегодня. Первый вывод, что нельзя лениться, это факт. То есть, это нужно прямо действовать, больше действовать. Второй вывод, это что все тяжелые, все самые крутые вещи преодолеваются через тяжесть. Чем больше страдания, тем больше награда. No pain, no gain. То есть, нужно понимать, что все тяжелые вещи преодолеваются через рутинную, тяжелую работу в одном направлении. И третья, самая главная вещь, за которой стоит стремиться бежать, это духовный рост, духовный уровень. Потому что через духовный рост ты уходишь в вечность. И мало этого, ты в этом. То есть, то, что мы сейчас делаем, это самая крутая духовная работа. И ты в этом мире, если ты смотришь на мир сквозь божественную призму, то есть, ты никогда с Богом не вступишь в противоречие. То есть, ты идешь с Богом в резонансе. А написано так, делай его волю, как свою, чтобы он выполнял твою волю, как его. И когда ты делаешь то, что Бог тебе сказал делать, прям конкретно, и ты говоришь, все, ты хозяин мира, я делаю то, что ты сказал делать, а мне, пожалуйста, дай хорошими бонусами здоровье, денег, семья, любовь, хорошее самочувствие, все. Так, конечно, то, что ты хочешь, Бог тебе тоже даст. Только ты сделай то, что Бог, зачем Бог создавал мир. Все, друзья, удачи, успехов. Напишите свои три вывода. Напишите, пожалуйста, свои три вывода. Прямо у себя на страницах все выводы, они должны вас куда-то вести. То есть, вы что-то поняли для себя, сделали выводы, сформулировали, и сразу эти выводы, они вас включают в новую реальность, потому что человек живет в рамках той реальности, в которую верит. Если вы берете от царя Соломона, мудрейшего из людей, его мудрость, ее вставляете в себя, и она начинает вас вести, то можно прийти к его же результатам. Все, удачи, успехов. Я знаю, ты можешь. Видите, у меня прям включилась другая пластинка. Не тот канал. Не тот канал. Все, друзья, удачи, хорошего дня. Хану Касамэ. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok